Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Сергей Платонов. Я отвечаю за стратегию в компании Redix. Сегодня я хочу поделиться с вами информацией о тех технологиях, на которые я обращал внимание в этом году, и обязательно расскажу о том, куда мы будем развиваться дальше. Итак, поехали. Я вижу несколько взаимосвязанных между собой явлений, которые влияют на развитие технологий систем хранения данных. Во-первых, объем данных постоянно растет, и это нельзя отрицать. А DCCGate нашли это можно столь численное выражение. При этом они говорят, что в среднем бизнес использует лишь малую часть этих данных. Лидеры индустрии стараются все части применять технологии искусственного интеллекта в широком понимании этого термина для других технологий обработки данных. Информацию становится все проще добывать, появляется все больше инструментов для обработки, и компании, а также государство пытается найти им новые сферы применения. Мультиоблачность возникает естественным образом. Разные департаменты компаний начинают работать с разными провайдерами облачных услуг. Причины могут быть совершенно разные. Стоимость, доступные технологии, результаты поисковой выдачи. Но, так или иначе, одновременная работа с несколькими облаками возникает сама собой, и это порождает создание множества копий данных. Проблемы также взаимосвязаны между собой, и их невозможно решать по одиночке. В новую инфраструктурах до 25 процентов машинного времени уходит на обслуживание сервисов хранения. Инфраструктуру требуется постоянно менять, добавлять новые приложения в фреймворке. Также данные подвержены постоянной пересылке между элементами и облачными провайдерами. А при возникают новые типы угроз и серьезные проблемы с управлением всем этим хозяйством. В решении сложных комплексных проблем мы рассматриваем ряд технологий и ищем возможности интеграции наших настоящих и будущих продуктов с ними. Список технологий представлен на экране. Мы постоянно изучаем как развиваются накопители и какие изменения требуется сделать для их поддержки. Важно обеспечить поддержку новых интерфейсов доступа и API. Архитектурные подходы и аппаратные ускорители находятся в зоне нашего внимания. Сложность масштабировать систем хранения данных напрямую связана с ростом объемов накопителей. SSD не смогли и вряд ли смогут догнать по стоимости хранения жесткие диски. Но у них есть свои преимущества. Хотя новые подходы позволят сократить стоимость терабайта хранения примерно на 30 процентов. А новые форм-факторы обеспечивают высокую плотность размещения, что в свою очередь даст снижение общей стоимости хранения. На графике вы можете увидеть, что за последние пару лет стоимость хранения на SSD относительно HDD снизилась примерно на 50 процентов. Давайте поговорим про жесткие диски. В 2021 году у нас будет 20 терабайтные накопители. Seagate и Western Digital предлагают несколько разные технологии, но основная идея сводится к поддержке записи для того, чтобы увеличить плотность доменов. Давайте для примера посмотрим на технологию EPMR от компании Western Digital. На центральный сердечник магнитной головки подается опорный ток, как концентрация магнитного поля записывающей головки. Это позволяет снизить так называемая несогласованность, джиттер в токе записи. Смотрите, производительность жестких дисков стоит на месте, а объемы постоянно увеличиваются. Надежность, скорее всего, падает, потому что мы увеличиваем количество элементов и сложности конструкции. А это может означать только одно. Для будущих решений, ориентированных на большие объемы данных, традиционные подходы, такие как классический RAID, уже не применимы и нам необходимы новые решения на основе репликации данных, что дорого, либо помеха устойчивого кодирования. Что же мешает SSD догнать по стоимости хранения соски и диски? В SSD основная часть стоимости во флэш. Мы все помним, что прямая перезапись ячеек невозможна и приходится прибегать к использованию дополнительного пространства, которое используется для временного хранения. Это пространство может достигать до 40% от реального объема накопителя. При этом мы уже приблизились к пределу физического размера ячеек и вынуждены стекировать слои для увеличения объема накопителей. Кроме того, увеличивая количество бит на ячейку памяти, мы снижаем долговечность носителя и усложняем контроллер. Увеличить производительность и уменьшить износ нам поможет зонирование на устройствах. Основная идея это разбить устройство на зоны, запись внутри которых возможна только в последней дозрительной манере. В камере записи смещается указатель и перезапись возможна только после полного стирания зоны. При этом мы можем писать данные различных приложений в разные зоны, тем самым значительно упрощая работу garbage collector. Хост и накопитель вместе участвуют в размещении данных. В итоге мы снижаем необходимый объем резервной области и серьезно увеличиваем производительность устройства. Но теперь всеми сторис-сервисами и сервизацией данных занимается хост, а значит и требования хосту выше. Устройства с поддержкой зонирования можно использовать двумя разными способами. Первый это скрывать от приложения структуру устройства и требования по последовательной записи. Для этого мы должны использовать либо специальную файловую систему или промежуточное блочное устройство. Любое приложение заработает с таким подходом, но мы решаемся ряда преимуществ. Другой подход это специализированная файловая система, которая отдает структуру устройства и его особенности приложению, которое было специальным образом переписано для поддержки зонированных хранилищ. Примером такого решения является файловая система ZoneFS. Эта файловая система отдает все зоны как файлы, доступные только для последовательной записи. Из интересных особенностей у этой файловой системы практически нет метаданных, так как структура файлов полностью зависит от состояния зон устройства. Зонирование очень помогает трендерам в борьбе за относительную стоимость хранения и общий объем. Но реальных случаев применения и решений пока очень немного. Мы тоже очень аккуратно смотрим на эту технологию. Но, конечно, если она найдет значительное распространение в своем программном обеспечении, мы поддерживаем устройство с зонированием, в первую очередь зонтным спейс. И, конечно, первые версии программного обеспечения будут изолировать прикладное программное обеспечение от необходимости писать время последовательно. Мы будем решать эту задачу на своем уровне. Тематике СХД для инфраструктур искусственного интеллекта я посвятил в прошлый простор. Но напомню ключевые мысли. Во-первых, данные постоянно находятся в движении между граничной средой и озером данных. Далее они перемещаются в хранилище, которое используется для обучения и облачными средами, которые используют для решения совершенно разных задач. При этом ряд технологий требует очень высокопроизводительные системы хранения данных. А объемы, обрабатываемые во время обучения нейронки, достигают уже сотен терабайт и даже нескольких петабайт. В 2019 году компания NVIDIA рассказала о технологии GDS. В этом же году уже появились хранилища, поддерживающие эту технологию, и программное обеспечение для работы вошло в состав CUDA. Также после поглощения компании Melanox появились новые устройства, которые позволяют значительно увеличить производительность распределенных хранилищ. технология GDS была создана для исключения бутера, который используется центральным процессором для копирования данных между GPU и SHD. При этом не важно, где располагается Storage. Это могут быть локальные накопители, подключенные через фабрику PCI-Express. Это может быть RAID-карта. Это может быть удаленное хранилище, подключенное по NVMe Overfabric. NVIDIA строит экосистему. И для производителей систем хранения данных уже поддерживают эту технологию. И даже есть первые успешные кейсы. Например, на слайде показано ускорение производительности по системы хранения для симуляции посадки на Марс. Доступ к данным перестроится через новое API. Эта API реализована в двух разделенных совершенно технологиях. В первую очередь это библиотека для приложений, а вторая это специализированный драйвер и драйвер операционной системы Linux. Местным данным идет через AFET. Для локальных файлов NVMe используется H4. Для устройств, подключенных по фабрике также используется H4. Поддерживается NFS over RDMA, а также проприетарные файловые системы от сторонних производителей. В прошлые годы я уже рассказывал про смартники. Эта технология постоянно развивается. Напомню, что работа с инфраструктурой хранения данных может занимать до 25-30% машинного времени. Мы же можем вынести инфраструктурные задачи непосредственно на DPU, оставив управление данными и Control Pass к центральному процессору. При этом мы серьезно разгрузим гиперковергентные и капонуемые среды. NVIDIA разработала архитектурный подход SDK для работы с такими устройствами, названный DOCA. С точки зрения разработчиков систем хранения данных, использование DPU дает значительные преимущества. Во-первых, мы получаем единую среду исполнения, что позволяет нам быстрее создавать такие решения и лучше их тестировать. Мы получаем предсказуемую производительность и независим от возможностей и нагрузки на хост в данный момент. Для ряда функций есть готовые аппаратные модули для оффлота. А такая технология как SNAP позволяет не думать о протоколе доступа для хоста. Задачи, связанные с искусственным интеллектом, машинным обучением, глубинным обучением, серьезно меняют требования к системам хранения данных. На первое место у нас становится высокая производительность и масштабируемость. И мы, конечно, в Redix сделаем все возможное, чтобы обеспечить полную совместимость наших продуктов с имеющимися фреймворками, подходами и решениями. Давайте поговорим о континеризации и системах хранения данных. CSI – это не самая новая технология. Она была представлена в 2018 году, но именно в 2020 году стала появляться в большинстве современных систем хранения данных. С точки зрения CSI есть три ключевых элемента – Storage Class, Persistent Volume и Persistent Volume Claim. Для начала необходимо описать типы хранения с использованием Storage Class, задав определенные характеристики. Когда поду нужны какие-то ресурсы, он задает запрос Persistent Volume Claim. При этом указывает необходимый объем и один из трех типов доступа. Persistent Volume Claim обращается к Storage Class и через Volume Provision Volume Class создает динамический Persistent Volume. Зачем с использованием драйвера CSI этот Volume подключается и монтируется на поде. Как я уже говорил, CSI поддерживает большинство серьезных систем хранения данных среднего уровня и выше. В этом году компания ARM разработала драйвер CSI для SPTK – набора программного обеспечения для создания систем хранения данных от корпорации Intel. Мне очень нравится подход компании IBM в отношении драйвера до контейнера инфраструктур. Все началось с BayerMetal установок с поддержкой Spectrum Enabler for Containers. Это решение позволяло заворачивать решения в On-Premise и в Облаке. А сейчас идет движение по постепенной миграции компонент системы хранения данных внутрь контейнеров, конечным этапом которого будет возможность полной контейнеризации файловой системы. Развитие такого продукта как Active File Manager позволит иметь единый namespace для хранилища развернутой таким образом в нескольких различных облачных инфраструктурах. Рынок контейнеров растет колоссальными темпами. И в этом году поддержка CSI стала одним из основных новых требований ко всем системам хранения данных в среднем уровне и выше. И мы конечно поддержим технологию CSI в одном из наших следующих продуктов. Поддержка NVMe over TCP была недавно добавлена в стандарт. Сейчас уже несколько компаний работают над ее имплементацией. Часть из них над аппаратными решениями, а флотом в сетевых картах. А часть над полностью программными решениями. NVMe over TCP должен стать протоколом, который значительно расширит возможности компонуемых архитектур. и позволит строить как локальные и сверхбыстрые хранилища, так и распределенные междуцод решения на едином протоколе. NVMe over Fabrics появится уже в версии Radix 5.1, которая выйдет в ближайшие месяцы. NVMe over TCP, я думаю, в скором времени, в течение двух-трех лет, полностью вытеснит решение iSCSI. Верхнюю картинку видели многие из вас. Intel добавляет новый слой хранения между Flash и RAM. Этот слой позволяет значительно увеличить объем оперативной памяти, оставаясь примерно на тех же порядках с производительностью. при этом поддерживается энергонезависимость, а стоимость Zoterapide примерно в два раза ниже, чем у RAM. Все это вместе значительно увеличивает возможности вычислений в памяти и порождает спрос на такой подход. По мнению некоторых аналитиков, энергонезависимые структуры со временем придут и в центральный процессор. Появятся персистентные кэши и регистры, что, конечно, потребует пересмотра подходов к разработке операционных систем. У нас есть несколько режимов работы с энергонезависимой памятью. Memory Mode используется в кэширении памяти и не поддерживается энергонезависимость. При этом обычный RAM выступает как кэширующий слой. AppDirect Mode при адресации на уровне байт. Возможна работа как модифицированных приложений при прямой загрузке и чтении с памяти, так и не модифицированных через стандартное файловое IP и с использованием файловой системы с поддержкой DAX. Последний и самый медленный вариант – это работа в режиме плачного сторожа. Сегодня многие приложения модифицируются для того, чтобы они могли использовать энергонезависимую память как хранилище. Мы, например, тестировали различные реляционные и нереляционные пазы данных увидели серьезный рост производительности. С другой стороны, сейчас создаются приложения, которые изначально с нуля разрабатывались именно энергонезависимой памяти. Одним из таких продуктов является IBM MCAS. MCAS – это высокопроизводительное хранилище типа ключ-значения, средом очень интересных особенностей. Во-первых, оно разрабатывается с нуля специально под энергонезависимую память и обладает высочайшим уровнем производительности. А во-вторых, поддерживается строгая гарантированная консистентность данных. Решение с открытым исходным кодом. И, конечно, может быть использовано как хранилище метаданных для любых инфраструктур хранения. В качестве средств коммуникации между узлами используются RDMA и TCPIP. Одной из проблем при использовании энергонезависимой памяти для ускорения, например, регуляционных баз данных, является низкая отказоустойчивость. Перенеся индексы и журналы на UP10, нам нужно позаботиться и о сохранности при отказе модуля или всего узла. Другой проблемой является масштабируемость. Нам очень сложно выйти за пределы одного узла, а объем обрабатываемых данных для некоторых положений может достигать сотен терабайт. Ну и наконец, нам может понадобиться доступ к одним и тем же данных со множеством узлов, как в обычном SAN. В причине всех этих проблем Intel разработал Remote Persistent Memory Poll. Используя RDMA, мы можем иметь доступ со стороны RPMP клиента к памяти, которую нам отдает сервер через RPMP Proxy. Часто, по завершению предыдущих просторов, нам задавали вопрос, куда мы движемся, какие из представленных технологий мы планируем применить в наших продуктах. Сегодня я раскрою для вас ряд наших планов. В 2021 году мы выпустим Redix Ecosphere – высокопроизводительную распределенную систему хранения данных. Решение будет состоять из двух важных компонентов. Компонент 1 – это высокопроизводительная блочная система хранения данных на основе NVMe, а в будущем – энергонезависимой памяти, которая будет использоваться как кэш для хранилища метаданных. Решение будет поддерживать три режима развертывания. На первых двух этапах – локальный сторож, двух контроллерных систем с доступом по NVMe over Fabrics NVMe over TCP. На втором этапе – дезагридированную гиперконвергентную инфраструктуру. В основе решения будет лежать технология Relix Era, которая будет поддерживать симметричный активный доступ к данным. В качестве бэкэнда мы будем рекомендовать использовать три боффы, работающие через NVMe over Fabrics, как, например, представленный на этом слайде. Через какое-то время будет поддержано развертывание в том числе и в DPU. Вторым важным компонентом будет оптимизирована для новых типов задач файловая система. Эта файловая система будет полностью интегрирована с AI Data Pipeline и в будущем будет совместима с GDS. Будет использоваться Seaside Driver для полной поддержки контейнеризации. Данная файловая система будет обладать единым пространством имен для локальных и удаленных кластеров хранения, а также для нескольких областиков. Файловая система, конечно, обладает масштабируемостью на лету путем добавления новых билд-блоков, представленных на предыдущем слайде. И поддерживаются различные интерфейсы доступа и интеграция с разными приложениями. Например, будет объектный тип доступа и интеграция с Hadoop. Большое спасибо, что были с нами. Я с радостью отвечу на возникшие вопросы во время очной сессии на нашей конференции. А если вы не сможете ее посетить, то присылайте, пожалуйста, свои вопросы на почту, указанную на последнем слайде. Спасибо. До свидания.